Привет всем друзья! Мы продолжаем цикл видео о предсказаниях великих людей. Сегодня поговорим о пророчествах прекрасной матушки Серафимы, которая получила такое имя, тайно приняв схему. Для тех, кто все еще не знает, схимонахи – это люди, которые дали самые тяжелые в исполнении обет перед Богом, соблюдать особо аскетичные правила жизни, отказаться от всего мирского. Великая схима подразумевает совершенное отчуждение от мира, в стремлении соединения с Богом. И если брать монастыри, то там схимники живут отдельно от всей братьи, не исполняют никакие послушания. Дни и ночи проводят в молитвах и часто налагают на себя особые обеты. Кто-то молится, не сходя с колен на камни, в любую погоду, подобно подвигу святого Серафима Саровского. Кто-то держит тяжелейший пост, не употребляя кроме воды и сухого хлеба ничего. Те, кто имеет возможность уехать, живут в одиноких кельях или пещерах, в пустынях или гористой местности. Каждый сам выбирает для себя путь, и монахиня Серафима не исключение. О ней мало написано и сказано. К сожалению, подвиги большинства подвижников незаслуженно забыты. Но сегодня мы вспомним матушку Серафиму. До принятия схемы ее звали Прозорливой Матроной, так как именно это имя она получила при рождении, в 1890 году. Тогда было нелегкое время, бушевала пятая холерная пандемия. Девятимесячную девочку отвезли к старцу Амвросию, чтобы он ее благословил. Только старец увидел ребенка, как тут же воскликнул. Это девочка из наших. Вся оптина в ней будет. Такими словами старец дал понять, что в теле маленькой девочки воплотилось нечто святое. То родители будут воспитывать ребенка с особой жизненной миссией, что наверняка жизненный путь девочки будет нелегок, ведь именно так через свои лишения истинно духовным людям удается исцелять других. Своим примером умудрять их и доказывать верность святому. Друзья, спасибо, что подписываетесь на наше Бусти-сообщество. Ежемесячно мы разыгрываем подарки и призы между участниками, причем победить может каждый, вне зависимости от уровня поддержки. Присоединяйтесь, пока шансы на выигрыш очень высоки. Доступ к эксклюзивному контенту, анонсам роликов и статьям о будущем теперь доступен вам в полной мере. Переходите на Бусти и подписывайтесь. Ссылка в описании. Пшенная каша на воде – это все, что было в бедной многодетной семье Зайцевых, где родилась матушка Серафима. Девять детей и двое взрослых ели ее утром и вечером, иногда только с утра. Денег не хватало и будущей монахине посчастливилось устроиться на работу к зажиточным людям. Тогда она была еще совсем ребенком, но понимая положение своей семьи, ей приходилось вставать, еще до рассвета, чтобы пройти километры до своей работы и успеть вовремя ее начать. Старица вспоминала, что однажды чуть было не проспала и проснулась от слезы, которая капнула ей на щеку. Это была слеза матери, ей было очень жалко ребенка и не хотелось ее будить, но мама понимала, что другого выхода нет. Тогда Серафима приняла для себя решение больше никогда не спать так крепко, чтобы мама не испытывала эти чувства. Девочка делала вид, что высыпается и работа отдается ей легко, никогда не жаловалась, а когда сил вообще не оставалось, закрывала глаза и просила, чтобы создатель дал ей возможность работать, так как от этого зависела жизнь ее семьи. Конечно, времени на игры не оставалось, у нее не было друзей. А когда уставшая Серафима возвращалась домой с повязанным платком от дождя, снега или зноя, местные ребята обзывали ее монашкой и кидались камнями, от которых не было сил даже уворачиваться. Тогда ребята брали камни побольше, думая ударить больнее, и каждый вечер караулили ее, чтобы проверить свою силу. Девочка не рассказывала об этом маме, очень жалела ее, но однажды, будучи снова в гостях у того же старца Амбросия, рассказала об этом ему, на что получила ответ. Когда злые силы понимают намерение Бога в отношении таких, как ты, они через других людей, через злых людей пытаются искусить тебя на плохие дела, а также через них же выливают свой гнев и пытаются досадить тебе. Услышав эти слова, Серафима смирилась, но со временем нападки прошли, а когда девочке было 12, в нее даже появились подруги. Именно тогда она впервые поняла, что Бог наделил ее особым даром прозорливости. Среди девочек была 18-летняя и очень некрасивая подружка. Она бегала с подростками, пока Серафима не остановила ее. Послушай, сказала она, ты вот тут с нами бегаешь, а ведь к тебе в дом жених из Москвы приехал свататься. Удивленная девушка отправилась домой и действительно все оказалось именно так. Позже, часто навещая Оптинскую пустынь, в стенах обители ей было видение самой Богородицы, которая благословила ее на монашеский подвиг. К тому моменту будущая схемонахиня уже сама была замужем и даже родила двоих детей. С того момента в ее жизни начались невероятные чудеса. Однажды во время войны и дефицита воды ее удалось напоить из одного чайника всех наших отступающих воинов, а воины продолжили свой путь. Перед осадой немцев, вся семья матушки в одночасье стала беженцами. Маленьких внуков нечем было кормить и она молилась так, что вся земля была пропитана слезами. Тогда же милиционер увидел яркий столб света и принял его за сигнал немцам. Он тут же отправился на место событий и увидел невероятное. Женщина, вся окутанная светом, стояла на коленях и горько плакала. Он вышел в изумлении и рассказал об этом деревенске, они же принесли путникам еду и накормили детей. Видя судьбы людей и утешая их как родных, матушка видела и свое будущее, предвидела болезнь и уход мужа, перед этим тайно приняв схему. Она же рассказывала своим духовным детям о будущем открытии соборов и монастырей, точно указав места Тамбовского преображенского кафедрального собора, Мичуринского боголюбского собора, Задонского богородицкого монастыря и других. Матушка знала точный день окончания войны и известно невероятным чудом воскрешения после 30-ти минутного моления отрока, будущего Тамбовского врача, ортопеда и травматолога. Согласно докладу епископа Виктора на конференции о монашеских традициях современности, достоверно известен случай воскрешения умершего и лежащего в гробу отрока. Несмотря на явные признаки процесса физиологического тления, после прошения о его возвращении к жизни произошло это чудо. Также матушка слышала чужие греховные мысли и тут же произносила их, обличая нечистоту. Людям становилось стыдно и они просили совета, как избавиться от этого. Поведением Серафимы многие иконы, которые чудом спасли отжигание, сами обновили свои образы без всяких реставраций и тому позже нашлись подтверждения. Святой подвижницей не стало в 1966 году, но она успела предупредить людей о будущем, которое не отличается особо ничем хорошим. Главное, сказала она, берегите свои семьи. На женщине лежит большая ответственность за свою семью. Мужу и жене нужно держаться вместе и избегать блуда, хранить целостность семьи, потому что времена настанут такие, когда на каждого придет проверка. В дома, где есть отопление, будут подселять по две-три семьи, говорила Серафима. Люди и знать друг друга не будут. Тогда и проявятся истинные души. Без войны друг друга положат. Золото в то время будет главным критерием оценки человека. Что за человек важно не будет. Если хорошо одет и богат, значит стоит дружить. Бедных и слабых обижать будут и смеяться над ними. Все захотят шикарной жизни, а в один миг перед подселением под ногами будет валяться золото, и никто не захочет его брать, говорила матушка. Все будут искать воды, а на земле им привидятся лужи, но их не будет. Вместо этого будет блестеть раскаленная смола. Только бог пощадит слабых и заберет их к себе. Когда начнутся те времена, знайте, что надо уезжать деревни, там найдется и вода, и еда. Но придется уезжать пешком, только так доберетесь. Если останетесь, говорила Серафима, тяжело придется. Только тот, кто сможет все оставить и уйти, получит второй шанс. Остается только гадать, что имела в виду матушка, но совершенно точно, что это предсказание перекликается с остальными, которые уже есть на канале, по поводу жары. Иначе откуда взяться раскаленной смоле и куда денется вода. В очередной раз будем надеяться, что все это, если избудется, то столетиями позже. Однако со дня ухода Серафимы прошло чуть более 50 лет, а она говорила о скором будущем. Что вы думаете о подобном предсказании? Может быть, видели такие сны или разговаривали с ныне живущими старцами о том, что будет? Пишите свои мысли в комментариях и, пожалуйста, не пожалейте лайк. Подписывайтесь, чтобы первыми быть в курсе выхода новых роликов. До встречи!